У Винни-Пуха официально два дня рождения. Первый отмечают 14 октября. Именно в этот день, в далеком 1926 году, в Лондоне вышло в свет отдельное издание книги о приключениях плюшевого медвежонка. До этого выпускались отдельные рассказы. Сам Винни-Пух появился немного ранее, летом, в 1921 году. Аллан Милл подарил плюшевого медвежонка на битву опилками своему сыну Кристоферу Робину. И медвежонок настолько понравился мальчику, что он буквально не расставался с ним ни на минуту. Плюшевого мишку Кристофер Робин назвал в честь медведицы по кличке Винни-Пек или Винни, которая жила в лондонском зоопарке. А пухом звали лебеди, который жил у соседей Милна. Некоторые герои книги – это другие игрушки Кристофера Робина. Например, ослика подарили ему родители. И ослик не зря был без хвостика. Действительно, Кристофер Робин, играя с ним, нечаянно оторвал его. И ослик получился таким грустным персонажем без хвостика. А пятачка, например, подарили ему соседи. Первым иллюстратором книг про Винни-Пуха был британский художник Эрнест Шепард. Его рисунки стали классикой, неотъемлемым дополнением к текстам Милна. Шепард часто наделял иллюстрации дополнительными деталями, которых не было в книгах. В Англии его нередко называют соавтором Ална Милна. Книги о Винни-Пухе переведены на 25 языков, в том числе и на латинский. В нашу страну медвежонок пришел в конце 50-х годов. Интересная история русского Винни-Пуха. Эта книжка не просто перевод, правильнее назвать ее пересказом. Борис Захадер как-то листал английскую энциклопедию, видел статью о Милне с цитатами и картинками. И настолько влюбился, что сразу же бросился искать оригинал этой книги. В библиотеке имени Пушкина не обошли стороной день рождения Винни-Пуха. Сотрудники подготовили для своих маленьких читателей выставку книг о приключениях медвежонка. Ребята могут написать пожелание имениннику, собрать пазл и увидеть фотографии тех самых игрушек, с которыми играл Кристофер Робин.